Всем привет, друзья! Это канал Morgan Games. Мы с вами продолжаем Ведьмак 3 Дикой Охоты. Сейчас должны выполнить пару побочек за Роше и побочку за Короля Родавида. Ему нужна услуга. Почему я сейчас взялся за все эти побочки? Ну, подожди, что тут? Не открывается, да? Почему я взялся именно за побочки, а не продолжаю основной сюжет и ищу своего друга Лютика? Потому что побочки они низкоуровневые, они особо нам опыта не принесут, поэтому надо их скорее закрыть, а потом уже искать нашего другана. Так, что это такое? Подожди здесь. Прочитать. Аукционный дом братьев Борсоди. Что за Борсоди? И я хотел еще прочитать доску объявлений в Аксенфурте. Сейчас мы это сделаем, пока посмотрим, что тут. Э, а как же так? А я хочу на аукцион свой меч выставить ненужный, который я уже отстрелял с ним. Все, уже не пользуюсь больше. Что же вы так-то, ребята? Подгоревший хлеб. Смотри, за подгоревший хлеб нас не ловит. Нормально. Значит, можно воровать подгоревший. Хорошо. Будем знать. Так, а где у нас доска-то объявлений? Давайте посмотрим и пойдем по направлению к ней. У нас еще бронник там рядом. Кстати говоря, надо будет у бронника посмотреть, а сможет ли он нам какую-нибудь броню хорошую соштопать-то. Насколько я понимаю, он в этом вот здании, да? А доска там. Что у нас тут? Смотри, под носом у стража ворую. Нифига тут виноград, капуста, яблоки и что-то какое-то растение. Хер знает петрушка, то ли фиг знает. Ладно, неважно. Пошли к броннику. Эй, Геральт, ну ты же вроде не пьяный еще. Я понимаю, если бы ты сделал бы примерно вот так вот. Вот так, и 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 вот так. Вот тогда бы ты точно не вошел бы в эти двери. Но так же, ты же вроде как трезвый чувак еще, ну. Эй, а что бронник не открывает нам? Или он... А где он? Ах, я еще и не в те двери ломился, офигеть. А мы у него были уже когда-то. Здорово, ты помнишь меня? Приветствую еще раз. Ты что, подкинешь мне интересной работы? А может ты подкинулся, он меня помнит. Так вышло, что мне и правда кое-что нужно. Великолепно. Вот увидишь, ты останешься доволен. Смотри, он и ночью работает, и днем. Когда он спит вообще? Интересный чувачок. А у нас, я так смотрю, только отличные, улучшенные доспехи. Больше ничего такого сделать нельзя, да? Доспех цидарийского кавалериста. У меня-то, по-моему, такое было похожее. Но это прям, не знаю, этого 97 брони. Хотя завидовать на это не надо. Сейчас отдам за этот доспех кучу полезных элементов. Потом буду локти кусать. Доспех хиаль хороший, но на него надо 24 уровень. А так пока особо мне и заказывать-то ему нечего, в принципе. Вот разве что только штаны школы Грифона у меня есть. Улучшенные штаны. Кстати, можно замутить улучшенные штаны школы Грифона. На них, правда, надо 18 левел, но почему бы не замутить? Давайте так и сделаем сейчас. Создавай. Хорош. Дальше сапоги школы Грифона у меня имеются. Отличные сапоги, сапоги убийцы. Это фигня все. Что с перчатками? Перчатки школы Грифона. Не хватает ингредиентов. Толченая плоть чудовища. Я помню, блин, до сих пор не нашел. Ты прикинь, до сих пор не нашел толченую плоть чудовища. А где же ее взять-то? А может у него в лавке? Мне кажется, мы смотрели у него в лавке. У него не было такого. Это не надо? Что это такое? Осколок янтаря. Это надо, походу, искать всяких алхимиков, там фиг знает, и у них спрашивать. Поспрашать. А так? Думаю, мы не найдем то, что ищем. Или найдем, но очень не скоро. Нам надо бы скорее в эти штаны... Точнее, не штаны, а перчатки. Господи, на штаны смотрю, говорю, штаны надо. Вот так вот. Малый Глиф. Так, Глиф, Глиф. Малый Глиф. Продать. Малый Глиф туда же. Нильфгардские доспехи тоже надо попродавать, что надо отпорника туда. Это все туда же. Это нам не надо. Это что такое? Сапоги мечника. Тоже не нужны. Сапоги убийцы не нужны. Нильфгардские сапоги. Ну, в принципе, сплавили, да? Хорошо. Так, рубашки пока пускай будут, потому что там доспехов еще куча надо будет создавать. Мало ли. Смотри, он золотое кольцо даже готов купить. На, продам. Остальное не покупает. Тут все покупал. Тут, кстати, седло для платвы тоже, кстати, можно продать. Это нам не надо. А сколько оно завешивало, капец. А у нас оно висело в инвентаре, а мы забыли. Хорош. Будь здоров. Ох, немножко разгрузились. Вот так вот, Геральт. Надо было так само, как он, руки поднять, так расслабиться, потянуться. У нас груза больше нету. Поэтому это хорошо. Только в глазах что-то двоится. От алкоголя выпитого, да? От большого количества выпитого алкоголя. Ничего, сейчас я надеюсь. О, видишь, надеялся и так и получилось. Развиднилось быстро как-то. Протрезвели. Нифига задание у него. Точнее, у этой доски. Осторожно, тролль. Внимание, внимание. К западу от Аксенфурта на левом берегу Понтера видели и слышали тролля. Данный экземпляр часто поет риданские солдатские песни. Предположительно, это элемент нирвгаардской диверсии, в чем состоит оно и пока не ясно. Рекомендуется обходить стороной данное место до тех пор, пока с чудовищем не разберутся соответствующие службы. В случае встречи с троллем рекомендуется сохранять недвижное положение, лучше всего припав к земле и закрыв голову руками. Существует вероятность, что тогда чудовище не нападет, поскольку примет потенциальную жертву за камень. Берта Бартоломью, капитан гарнизона. Прикольно. Заказ чудовища из Аксенфурта. По приказу милостива нами правящего короля Родавида Пятого, Всякие бродячие убийцы монстров, что прочтет это объявление, обязаны ставить любые незавершенные заказы и всецело посвятить себя поиску и убиению этого чудища. Означенное чудище оскверняет колыбель разума человеческого, город наидревнейшего университета Аксенфуртского. Смельчак, что положит конец злодействам, будет награжден от щедрот короля нашего командира Аксенфуртского гарнизона. Заказ бестия из Аксенфуртской чаще. Одни бестии, смотри, их тревожит. Кто страху не знает и ищет работы, читай внимательно. Ганс из Цедариса Кандеттиер во многих битвах прославленный объявляет следующее. В заботах об участии местных кхометов, что терпят муки нестерпимой от нападения некоего чудовища, угнездившегося не поотдаль от Аксенфурта, я решил предложить полный кошель навиградских хрон любому, кто убьет гадину. И пусть знает всякий. Ежели кто явится без трофея, золото тому никакого не дам. Но награжу таким пенделем, что до конца жизни сидеть на жопе не сможет. Ну-ну. Ганс из Цедариса. Всемирно известный кондотьер, ветеран многих войн, отмеченный Орденом Серебряной Лилии. На троих прекращает работу. В связи с закрытием Аксенфуртской академии студенческий клуб на троих прекращает работу после 77 лет непрерывного налития пива, вечно жаждущей студенческой братьи. Ну на пасашок! Виват Академия! Виват Профессорес! Слышь, я хочу на закрытие прийти, у меня свое пиво даже есть. Лучший из сапожников. Выделываю выходные башмаки для дам, дамские сапожки для верховой езды, а также мягкие туфельки для танцев. Одна замена набоек и починка входит в цену. Николай Подбойщик. Слышь, Подбойщик, а для мужиков ты что, не выделаешь ничего? Мне кажется, не сапожник, а дамский угодник. Подкаблучник. Любопытненько. Давайте посмотрим, что за уровни у этих заданий. Осторожно, тролль. Читали? Доброволец, да? Походить по округе. Понятно. Оксенфурский кровопийца. Ох, сложновато. Будет пока браться за него. Значит, пока не беремся. Заказ Бестия из Оксенфурской чаще тоже сложное. А со Штепаном игра? А что, нету? Или мы уже выигрывали у Штепана? Что-то я не помню такого. Ладно, давайте посмотрим с троллем, что там у нас происходит. Я слышу, я хотел идти к Роше, а потом к Филиппе Эльхард искать ее. А тут уже нахватались еще заданий. Пока посмотрим, что ближе и что ниже по уровню. Так, распутывая клубок. Это же не то. Встретиться с Роше в его лагере. 12 уровень, да? Доброволец. Уровень 13. 12-й. То бишь, можно пока что идти к Роше, потому что оно раньше. Враг народа. 12-й. Это тоже, что и Роше, это типа с Филиппой задание. Окей, тогда давай пока не будем сильно торопиться никуда. А подожди, а гвинт игра с корчмарями. Выиграть уникальную карту Штепана. А, вот оно. Я же помню, что Штепан, а дед, увидел имя. Давайте посмотрим тогда, что у него там можно выиграть. Это нам надо идти в алхимию, да? А, подожди. А где Штепан-то, собственно? Почему он нигде не подсвечен? А, вот уже подсвечен. Ладно. Погнали. Так а вот же алхимия, да? Че вы эхом-то так разговариваете? Одну так одну. Я уже тут был, я помню. Только со Штепаном мы тогда играть отказались, а сейчас решились. Ну, давай, Штепан, наливай по стопочке и поиграем. Смотри, какой я запоминающийся. Все меня помнят. Ты играешь в гвинт? Только ни с кем попало. И всегда с высокими ставками. С тобой я бы сыграл, пожалуй. Ну, так сыграем. Согласен. Сыграю на твоих условиях. А че у него за условия, Геральт? Ты хотя бы разузнай сначала, прежде чем играть. А то сейчас Тверкин скажет, отдавай мне все свои шмотки. О, заблокировал моего короля. Ты сучка. О, Роше. Ну, не знаю. Пока покатит. Там посмотрим. Ну, поехали. У него Нильфгаард. То есть, ничьей тут лучше не добиваться такого. Чтоб была ничья. Иначе он выиграет. По любасу. Опа, полоски. Это уже хорошо. Это обнадеживает. Ах ты, падла. Забрал моего разведчика. Мне бы такое чучело. Но пока, увы, боги обделили. Пошли Кейрой. Да что ты. Пошли Детмальдом. Да. Ладно. А мы так. Пока что обгоняем его. Но не стоит сильно раскатывать губу. Ох ты, сволочь. У него еще и мой стеннис есть. Он сейчас карт понабирает. Ты прикинь. Какая хитрожопая скотина. Ладно, на тебе пока. Блин, не знаю даже. Ну, давай, Роше. Попытаемся, в всяком случае. Пасуй. Не хочет пасовать. Смотри. Что творит? Ладно, давай пока тогда сделаем хотя бы так. Что дальше? Да ты сотри. Он сейчас понабирает кучу карт. И это вообще просто. Ни к селу, ни к городу. А может его спровоцировать, чтобы он их повыкладывал сейчас? Я вот думаю над этим. Прямо-таки очень думаю. А давай спровоцируем. Хер ли. Пускай выкладывал. Ух ты ж, говно. Так он быстро выкладывает. Смотри, у него большие карты. Ну. Ах ты гад. Еще забрал что-то там. 6-6. Ладно. Не знаю. Шансы вроде как есть, но хрен его знает. Тут лучше не рисковать сильно сейчас уже. А нам уже и некуда рисковать. Если сейчас рискнем, то окончательно просрем. Ой, Виллин Тринтермерта выложил. Гад. А я тоже кого-нибудь воскрешу. Я воскрешу, пожалуй, его. Ватье Доридо. А мне, кстати, дали такую карту в прошлой серии или в позапрошлой. У кого-то там я забирал. Что-то такое я помню. Опа. А теперь сотри. А теперь можно как-то так сейчас подняться, чтобы вот не обосраться. Сейчас подожди. Давай сделаем так. Тыдыщ. И тыдыщ. Красавчик. Теперь пас. И надеемся, что сейчас выиграем. Очень на это надеемся просто. И уповаем. Ну давай. Пойдем сперва так. Нам уже просто нечего терять. Что-нибудь какие-то слабые карты остались. А, он тут воскрешает своего ватье. Скотина. Какой хитрожопый-то, а? Кого еще воскресишь? Ах ты, зараза. Смотри, сейчас на воскрешает кучу карт, а потом будет выкладывать. Пожалуйста. Видишь, что творит. Смотри, что он делает-то. У меня вся надежда сейчас... Блядь, ну ты задолбал воскрешать-то, сука. У меня вся надежда осталась на синие полоски. Если не синие полоски, то больше никто не вытянет на эту игру. И она пойдет в жопу. Еще один такой? Нету больше. Так а толку-то? Все равно он уже поравнялся. Смотри. Ты говноец сраный. Сейчас прикинь, у него погодная карта мороза окажется. Сука, блин. Ну зачем было каркать-то? Ай, твою мать, все, мы просрали, ребята. Вы сами реально просрали, я тебе отвечаю, за три. А что толку-то? А что толку? Ты видишь, что делается? Да, твою мать, сотри, выиграл. Выиграл, мразота. Ничего, я сейчас реванш возьму и отыграю всякое тебе говорю. Ты возвращайся, как соберешь корону получше. Возвращайся. Или когда играть научишься. Или когда играют, научишься. Сука, знаешь, сколько я обыграл до тебя, урод? Давай играть. Я тебя помню. Что принести? Принести. Победу мою. Сыграем? Почему бы нет? По правилам ты знаешь, я с низкими ставками не играю. Да что ты? Сыграем на твоих условиях. Низкими ставками он не играет. Ну, естественно, я тоже не играю, как бы. Мне кажется, блин, вот эта вот ниргардская карта лидера у него херовая. Ну, в том плане, что для меня я херовая. Для него она, конечно, хорошая. Взял мне, сбил мои умения моего короля, короче. Это плохо. Так, 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 так. Давай, может быть... Хер его знает. Что-то еще можно заменить. О, чучело, хорош. Это уже мне больше нравится. Ладно. Теперь поиграем. Главное, у меня полосок пока нет. Ну, может, там возьму где-то. Потом, позже. Буду надеяться на это. Ага, взял. 200 раз. Ух ты, гад. Ладно, ладно. Заберем у тебя его. Сейчас тоже выложим. Ты смотри, а он моего забрал. Ну, шикарно. Молодчик просто. Красава. О, одну полоску взяли. Ну, одна не считается. Мне бы лекаршу взять, так лекарши нету. Когда она надо, ее никогда нет. Ладно. Пошли пока так ходить. Че, уже спасовал? Че, ты обосрался? Как это так быстро-то? Ладно, давай-ка пока ничья. Точнее, тьфу, какая ничья, господи. Пас. С моей стороны тоже. Уже на этой жаре просто перегревается рассудок. Так. Че у нас дальше-то? Зигфрид пошел. Осиреван анагит. Да что ты? И че твоя ванна анагит мне сделала? Ровным счетом ничего. Мороз. У него мороз. У меня, сволочь, морозит. Ладушки, морозь. Я пойду пока так. Че ты на это скажешь? О, ты гад, смотри. Ну-ну. Ладно, ладно. Давай так. Енифер, еще сейчас кого-то воскресит, нет? Конечно воскресит. Че делает-то, а? А если Роше? Да что мне с тобой делать-то, а? Вот зараза. Ладно, давай пока так. Походим. Все равно уже не возьму я эту полоску. Еще одну и сомневаюсь. Очень в этом сомневаюсь. Во! Смотри, немножко поравнял нас в шансах. А если я так сделаю теперь? Фрингилья Вига. Так ты все равно сотри, ты же себя-то обосрал. Ты че? За что ты так с собой? На! Давай ясное небо, чувак. Алло. Тут... Ты туда уже ничем не попрешь. Ну зачем ты так сделал-то, ну? Это такая тактика у тебя или что? А если он меня сейчас, слышно, накалывает, а потом уберет это все и... Хопа, и он в выигрыше. И потом вот что хочешь, то и делай. Ну не знаю, я уже пойду до конца, херли. Я уже... Тут уже никак. Бригада Импера. Да что-то у них слабые какие-то карты. Ладно, давай Вилентринтермерта запустим еще, да и все. Я все, я уже больше не могу, смотри. Че у него, че у него будет? Совсем худо, да? Ну пока нет. Пока нормально. Пока держимся. И что? Тю-у-у! Так ты же сам себе-то игру засрал, урод. А если б ты не закрыл способности моего короля, может я б тебе помог. Не люблю я проигрывать, но это не значит, что не умею. Карты и награда твои. Ты игрок бывалый, знаешь, наверное, где найти редкие карты? В Новиграде у корчмаря Оливера поспрашивать. Он сам поигрывает, хотя до меня ему далеко. А вот шинкарь из корчмы на распутье в велик посильнее него будет. А с шинкарем я вроде играл. Нет еще разы? О, Йеннифер дали мне, хорош. Выиграть уникальную карту Оливера и владельца корчмы на распутье. Нет, таки не играли мы с шинкарем ни разу. Хорошо. Поиграем тогда с этими двумя чуть позже. А пока пойдем по назначению кроше. Давайте посмотрим на нашу колоду Гвинта. Там же ж походу можно Йеннифер поставить. Сука, пьяный, а все равно замечает. А что это я без штанов? Блин, слыша, я что так всегда бегал и не замечал? Офигеть. Ну шикарно просто. Куда мы смотрели? А правильно, потому что я никогда не смотрю Геральту на жопу. Я же все-таки нормальный чувак. Зачем я буду смотреть ему на задницу? Вот когда я играл там, скажем, в Лару Крофту, тогда уже другое дело. А так, ну зачем? А это что, из-за того, что я сделал себе улучшенные штаны школы Грифона? А теперь у меня они не на... Потому что я... Сука. Давай хоть прикроем с армату нашу. А что там тут остается? Смотри. Давай так побегаем. Я просто не хочу штаны покупать. Пускай Геральт так побегает. Скорее надо левел прокачивать, короче. И пофиг, смотри, как бомж какой-то. Честно. Игз Гиппиционист сейчас еще халат распахнет. И покажет все свои прелести. Свой, блин, капец. Это жопа. Это... Нет, это жопа в прямом смысле. Серьезно. Так, подожди. Где у нас этот самый, этот вот? Роше. Погнали. Ай, Геральт, Геральт. Надо было штаны пока эти не создавать, Грифон. А я что думал, у нас останутся и старые, и новые. Но как я мог так подумать, если там уже было написано-то в ингредиентах, что старые штаны надо было перешить, переработать. А новые я пока что одеть не могу, потому что не потяну, уровнем не потянет. Надо сперва мне для них слишком похудеть, да? А что у нас тут? Что за голову взялся, чешусь я весь? Опа, малина. Прикинь. Надо бы, наверное, медитнуть чуть-чуть, потому что у нас ласточка закончилась. А нам надо запас это пополнить. И хорошо так пополнить. Что ты тишешься, весь чесуточный какой-то. Надо от тебя уйти подальше. Мне что-то даже стрёмно с ним тут медитировать. Ну ладно. О, он сам ушёл. Молодец, сообразительный чувак. Да дождь херачит. Дождь уже, блин, какую серию херачит. Я всё солнце... Хочу, блин, а он не выглядывает гадство. Так. Сейчас займём плотву и скачем, да? Или можно так добраться? Хотя так добираться по дождю неохота. Если сейчас через два часа не будет солнца, я буду с плотвой, честно. А ну смотрим. О! Ты? Ну-ну. Возможно. В следующей жизни. Хотя не советую таким заниматься. Ведьмачество это сложная, неблагодарная работа. Ведьмаков никто не ценит. Все боятся, презирают. У них даже денег нет, чтобы купить себе новые штаны. Вот как у меня, смотри, герыч бегает. Мотнёй только светит. А чё, ему нормально, в просторные шорты. Всё просторно, болтается, всё как надо, свободно. А штаны, они просто сковывают движение. Охотники? А чё вы крестьян-то на колени поставили? Алё. А ну оторвитесь от них. Оставь меня. Оставь меня. Сейчас толкнусь, сука. Чувствует себя вольготно здесь. О, крестьянские халупки. Как я по вам уже соскучился, честно. Вот со времён Велина уже вас особо не грабил. Сейчас посмотрим, что-то у вас полезного можно подпирить. Одни вареники, смотри. Видимо, они очень популярные клиенты у Хатори. Точнее, постоянные клиенты. Ну и популярные тоже. Неплохо живёте, ребят, неплохо. Что у вас здесь? Опа. Свининый окорок. Свиной, точнее, я говорю, свининый. Окорок свининый. Это что-то новое. Женщина. Опа. А что у тебя в шкатулке? Яблоко в шкатулке? Это как-то странно. Храните в шкатулке яблоки. Всё. Этого хавчика нам уже, не знаю, нам уже... На... Десять жизней вперёд хватит. Серьёзно говорю. А мы всё набираем, набираем, ещё раз набираем. Опача, тихо. А что это тут такое происходит? Василиск, это Виверна. Ребята. Вот. А ты сообразительный, пойдёшь в генералы. Скоро. Пидараствует, пидараствует. Чё это вы Виверну поймали и выдаёте её за Василиска? Алё, укротитель бестий. Ты хоть в бестиях разбираешься? Интересный у вас, Василиск. Понятное дело, интересный. В наших краях такой бестии не увидишь. Они только в далёкой зерикании родятся. Из яиц петухом высяженных. Серьёзно? Из яиц петуха, говоришь? А как же? Такого петуха, который на вроде квочки, другому петуху дупло подставляет. А яйца, которые такой петух отложат, должен потом сто один ядовитый гад высидеть. И тогда из них Василиска лупляется. Сам ты петух. Интересно, этот Василиск выглядит совсем как Виверна. Кстати, довольно молодая и хилая. Глупости вы болтаете. Это же Василиск. Самый, что ни на есть настоящий. Верно, что я там могу знать? Я ведь просто ведьмак. Эй, эй! Я же ли это не Василиска, а Виверна какая-то? За что я платил? Отдавай деньги, жулик! Отважные войны! Не напирайся так! А то... Ох! Берегись! Ох ты, падла, выпустил Виверну! Тихо-тихо-тихо! Виверна у меня аж без штанов! Ты чё? Аккуратно! Не порань меня! У меня там самое ценное болтается! На! Хорош! Смотри, как Геральт без штанов дерётся! Лучше, чем в штанах! А где этот петух? Убежал, что ли? Это не только Василис был фальшивый, но и клетка. И клетка, и сам этот укоротитель бестии, который оказался настоящим петухом. Ребят, я вас спас! Нихера себе! Я их спас, а они такие, как ты, болезни разносят! Неблагодарные твари! Чё за люди вообще? Вы люди? Или вы кто? Проволоку вас подтырю, обмотаю вокруг шеи вам, как горота, и задушу, сука! За такие оскорбления! Нихера себе! Не путайся тут! Нихуя себе! Я их спас, а они, сука, не путайся! Ты чё, оборзел? Нормальные риданские солдаты, а? Мутант? Ну давай потанцуем! Ну давай потанцуем, сука! Ну давай потанцуем! Так давай потанцуем! Так давай, блядь, танцуй, сука! Ну давай, потанцуй! Танцуй на углях, боссы, сука! А чё он не танцует-то? А ты будешь танцевать, живота ты? Ну давай потанцуем, раз так хочется! Ну давайте, ребята, я же провоцирую вас, ну! Уроды! Ну танцуй, ну я сами ссыкуны! Даже напасть не могут на ведьмака! Только обзываться и оскорблять гораздо! Я вам пойду, Роше, пожалуй, он вас перережет всех! Роше за меня заступится! Так, волокна хана! Почему вот это аринария, смотри! Ну вы же замечаете, да? Вот в этом районе волокна хана! А в районе ближе к Роше это, ну, уже аринария, капец! Как так? Почему он до сих пор... Вот, видишь, аринария! Такое уже самое растение-то! Видимо, это, наверное, разработчики специально сделали, потому что волокна хана очень сложно достать, поскольку это в основном комнатное растение, и оно растет, ну, в комнатах, да? В таких больших городах, как Новиград, Аксинфурд, у людей, именно в домах. В горшах цветочных. Стрикой классное пукало! Классно вообще-то смотрится здесь. Такая сельская, знаешь, атмосферка. Так бы и оставался здесь. Супер просто. Игра, ну, сделана, ну... Ну, вообще, по-божески. Даже это больше, чем по-божески. Сиди Проджект просто больше, чем боги, да? Оно так и есть. Я вам скажу. Так! Тут уже покусили, я смотрю, уже сено. Выкосили все. А Роше у нас... Где-то там за этими полями. Пробежимся так по пшенице. Ноги немножко пообжигаем, да? Себе пообколем. Наши голые ноги. Смотри, опять волокна Хана. Конечно, этих волокна Хана у меня уже даже больше, чем нормальной Аринарии. Это капец. Так нельзя, ребята. Так не делается. А это Синджи Грон, да? Синджи Грон. Хорошо. Так. И почему-то тут так мало монстров. Что-то ни одной бестии тут не бегает. Скорее всего, тут эти синие полоски всех уделали. Не подпускают к своему лагерю. Ближе, чем на 20 км. Никого. Скорее всего. Так, Роше, что там с Бьянкой? Не может, не может. Не волнуйся, не заражу никого. Слушайте, дайте мне штаны запасные. У вас есть? Где ваш командир? Бить, черных, бить. Ебать, коней, ебать. Тоже такое выражение есть. Так. Опа, вот Роше. Открой. Ой, какой молодец. Или чужое. В зависимости от пола. Шутканул, шутканул. Знаешь, я буду постоянным клиентом у тебя. Открой, только меня пригласишь. Геральт из Риви. Живой и здоровый. А что мне сделается? О, так мы же в Гвинт сможем с тобой сыграть. Что ты здесь делаешь, как ты здесь оказался? А мы это спрашивали у него, нет? Что-то я не помню. Ну, подожди. Ты что здесь делаешь? Гоняешься за Скайта Эллина? Ты шутишь. Кого сейчас заботят с Кайта Элли? Сейчас на карте судьба Тимерии. Не, мы тогда у него не спрашивали точно. Как ты здесь оказался? С войском пришел, как еще? Когда Нильфгард перешел Яругу, я послал всех чертям и рванул на фронт. Бить черных. Вступил во вторую тимерскую армию под командованием Яна Наталеса. А это слышали, да? Мы должны были задержать черных на линии Долблатана, гора Карбон. Мы держали. Три дня. Потом вас расхерачили, я знаю. Потом нас просто снесли. И ты оказался здесь. Потом я узнал, что Родовид собирает силы. На службе у Родовида, и это я помню. Это мы уже с тобой обсуждали. Давай сыграем с тобой в Гвинт. Ты играешь в Гвинт? Прошай. Да, только здесь не с кем. А у тебя есть колода? Доставай. Конечно, есть. Сыграем. Слышь, у меня же там Йеннифер есть. Блин, надо было поставить ее в мою колоду. Ладно, пофиг. Удачи. Удачи. А может ее можно собрать? Подожди, что собрать-то можно? Стой. Сделаем мы вот так. И выложим какого-нибудь, например, Золтана, да? Все, хорошо. Теперь поехали. О, у него тоже Тим... Ну, естественно, за кого бы еще Роше обиграл, если бы не за старую добрую Тимерию. Тут я даже не знаю. Тут все как-то на своих местах лежат хорошо. Заменять не на кого. И некого. Бьянка. Это так символично. Я походил с первой Бьянки. Играя с Роше. Надеюсь, это мне поможет. Давай-ка Кейрумец. Роше, надо тебя познакомить с Кейромец. А тут идет один одинокий. Что это он творит? Рогом усилен. Нормально. Красава. Хотя у него, конечно, есть Бьянка, но она ему, наверное, скорее как дочь. Она больше, может, с мужиками там его взвода спит, чем с Роше самим. Ну, вроде как, помню, мы когда с ней общались во второй части Ведьмака, она говорила, что тут, типа, муж ланов много, но она ни с кем ничего. Ни капли в рот, ни сантиметра в жуку, как говорится. Ну, она потом с Ведьмаком же ж... Она потом же с Ведьмаком же ж... Начала мутить. Когда он ее на арене победил, там соблазнила его. Потому что, типа, уважала, что он ей не поддался. Были дела, было время. Роше, а что такие карты слабые-то, господи? Она как-то посильнее, что ли, а? Поактивнее. Спасовал. Ну, коль ты спасовал, я сделаю, наверное... А что я могу сделать, блин? На одну единицу он отстает же, капец. А то что тут выложить? Давай так пока сделаем. Тридцать. Ах ты черт, ладно. По барабану выкладывай. Все, теперь я посолю. Ну что, Роше? Сматывай удочки. Тут уже моя взяла. Ну, у тебя катапульта даже есть. Ну, ничего себе. Крутой, красавчик. Так, что можно оживить? Что помощнее? Требушет. Осадная башня. Ну, нифига себе. А мы тогда вот так. Погоним. Да сколько у тебя осадных этих орудий-то, а? Прям дофигища. Аж чересчур. Дальше что? Гребаная пихтура. Роше, ну не позорься. Убери ты это с колоды. Вот это вот что это, ну. Не, подожди. Давай пока сделаем так. Дезориентируем его немножко, чтобы он там не понял. Думал, что у нас уже тут говнище одно осталось. Ааа. Роше, Роше. Как же так? Давай тогда сделаем сейчас. Так, тут 16, тут 17. Давай вот так. Повышаем этот. Отряд. Дикстра. Ух, ты даешь. Ну ты даешь. Еще себе карты заграбал. Ну ладно. Она все равно меня не обгонит. Я в этом не сомневаюсь просто. Давай, Роше. Пытайся. А я посмотрю, посмеюсь. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ой, Роше, Роше. Блин. Кого ты воскрешаешь? Четыре карты, ладно. Вилен Тритер. Скотина. Ты что делаешь-то, мразь? Синяя полосочная, а? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А, я так и выиграл. Нормально, я знал. Ты что, выиграл? Ну ты что? Чтоб я-то не выиграл. Ты выиграл. Поздравляю. Бери награду. Знаешь, с кем еще стоит сыграть? Я слышал об одном картежнике. Он недавно заезжал в Новиград. Что интересно, тоже ведьмак. Ламберт его зовут. Старина Ламберт-картежник? Забавно. А еще я наткнулся на одного старого знакомого. Он с юга приехал. Мелый, ловкий игрок. Но, похоже, опаздывает он еще лучше, чем играет. Я бы на твоем месте его не ждал. Интересно, кто. Старые товарищи. У нас, получается, еще Ламберт есть, да? Ну, с Ламбертом я только на Скеллиге смогу встретиться. Давай с тобой поговорим о Бьянке. Что там она сделала-то? Геральт из Ливии. Живой и здоровый. Говорил, у тебя какие-то проблемы? С Бьянкой. Она взяла пару людей и ушла за реку. Бить Нильфов в Еворнике. И что? Вроде партизаны этим и должны заниматься. Да, если им приказали. А я запретил ей покидать лагерь. Бессрочно. Зачем Бьянке этот Еворник? Понимаешь, Лири, тамошние мужики нам как-то помогли. Нильфгардцы об этом прознали. И теперь появилась информация, что они собираются устроить карательную экспедицию. Повесить в каждого пятого. Или что-то вроде того. Кажется, я понимаю, Бьянку. Непонятно только, почему ты против. На войне умирают люди. Не только солдаты, но и гражданские. Всех не спасешь. Вот и все. Мне казалось, ты идеалист. Ты не ошибался. Только у меня один идеал. Свободное Тимерие. Ради него я пойду на все. Кто бы сомневался в таких идеалах. Ты больше не доверяешь Бьянке? Ты что? Она за меня умереть готова. Не в этом дело. Знаешь, чем отличается солдат от обычного головореза? Мундиром. Я серьезно. Это был риторический вопрос. Так что вместо того, чтобы спрашивать, лучше просвети меня. Солдат мыслит тактически. Он знает, когда нанести удар, когда отступить. Когда идти в атаку. А когда ждать. У Бьянки с этим проблема. Она горячая. Порывистая. А в партизанской войне... Один неверный шаг. И все пойдет нахер. Я приказал ей оставаться в лагере. Потому что боялся, что если она пойдет на дело, то наделает бед. И я был прав. Ладно, у тебя проблемы с дисциплиной. Я-то как могу помочь? Не думаю, что Бьянка вошла в деревню. Скорее, она с ребятами засела в соседнем лесу. Надо найти ее, пока она не пошла в атаку. И остановить. Ты мастер читать следы. Помоги мне. Можешь на меня рассчитывать. Спасибо, Геральт. Я твой должник. Тогда встречаемся в Велине под деревом висельников. Оттуда до Егорника рукой подать. Это нам аж в Велин херачит. Ну нифига себе. Понятно. Ладно, давайте сперва найдем Филиппу Эльхард по заданию Родовида. А потом уже пойдем в Велин. Что у нас с Бьянкой? Обычно дисциплинированная Бьянка ослушалась приказа и самовольно вышла навстречу врагам. Понятно. Короче, сперва мы... Тут рядом у нас это ж... Как оно называется? Тойерхерн или как-то так? Фу, господи. Какой Тойерхерн? Откуда я вообще такое взял? Что-то знакомое. Эстаяр. Короче, этот рядом у нас находится. Можно к нему быстрым перемещением-то переместиться. И там уже искать Филиппу Эльхард. Почему там? Потому что я сейчас хочу найти себе нормальные штаны. Потому что у меня нет штанов. А она в Велин идти без штанов. Оказываться Бьянке на глаза как-то неохота. Надеюсь, что в руинах Эстаяра я найду что-нибудь такое, что можно на себя напялить. А пока что оставайтесь с нами. Всем удачи, до новых встреч. С вами был Морган и Геральт из Ривии. Без штанов в таких вот труханах. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова